И вот до 2 юниора на старте. Первым стоит 11 номер Левицкий Аркадий, зеленая машина мы у него видим, он из Москвы, Санин Егор, номер 20 рядом с ним, КМС из Ульяновска, на второй линии стартовой решетки Староверов Вячеслав, номер 63 Сызрани, Рязанов Алексей, номер 48 из Липецка, Хорюков Ефим, номер 43 из Шарии и 42 номер Птицын Валерий из Тольятти, Гонщик, он на последней линии стартовой решетки, ну и в общем пробился он сюда из финала Б. Стартовали машины и сейчас нас ждет видимо очень яркая борьба двух гонщиков Санина Егора и Левицкого Аркадия. Весь этот чемпионат, точнее первенство все это Россия, они соперничают друг с другом, ну и два этапа выиграл Санин, если это третий этап он выиграет, то первенство России в общем-то будет уже на его счету, то есть он победит в нем. Пока же он идет на второй позиции, вот он кстати уезжает в Джокер, разъехался он с Левицким Аркадием, решил, ну в общем что-то задумал, посмотрим конечно нельзя говорить после первого круга, может он на втором тоже уйдет уже в Джокер и будет сразу соперничать с ним, сразу вяжется в борьбу. Ну а пока разбились машины Санин, Егор Староверов, Харюков и Васильев Максим у нас уезжали в Джокер, соответственно и Лирицкий, Рязанов и Птицын там не были, ну и так они в общем-то и разбились по сейчас, по группам. Впереди едет Лирицкий Аркадий, сразу за ним Рязанов Алексей, гонщик из Липецка, ну и кстати дистанция между ними не очень большая, как могла бы быть. Ну на финишную прямую сейчас они выезжают уже, мы видели как Птицын Валерий проехал и вот она тройка гонщиков, которые заезжали в Джокер, сейчас тоже выезжают на финишную прямую. И Лирицкий Аркадий посмотрим, поедет ли он сразу в Джокер или решит отложить это на потом, потому что оторваться вперед, но нет, не решает он оторваться вперед и сразу едет в Джокер, за ним уезжает Рязанов Алексей, так Птицын мы видим туда же и что ж, что ж, посмотрим сейчас как будут выезжать автомобили, 20 номер совсем рядом тут Санин, Егор, вместе, вместе борт-оборт они выезжают и смотрим что происходит, вот они вдалеке, вот они вблизи Лирицкий Аркадий опять сейчас лидирует, соответственно Санин, Егор не сможет. Мог его обогнать, еще одна попытка атаки, вверху там на столе попытка атаки, смотрим чем закончится, очень-очень нежно они так идут, точнее без контакта, заносит, заносит Лирицкий Аркадий, выносит его и обходит Санин Егор, сейчас он на первой позиции, обе были в Джокере. Так, ну и нельзя конечно это назвать уже уверенной победой, поскольку конечно дистанция вообще никакая, то есть идут они бампер в бампер, ну в смысле друг за другом. Отрываются они, кстати, вперед уже от остальных преследователей, возглавляют, можно сказать, эту гонку. Ну что ж, будем смотреть, как Лирицкий Аркадий сейчас будет проводить контратаку на Санина Егора, пока же у него это не очень получается, у Джокера ни одному, ни другому ехать уже не нужно. Ну и выезжают они на разгонную прямую, смотрим сейчас, как тут будут развиваться события, мы видим, что дистанция не меняется, пока вот атака там идет за четвертое место борьба, но конечно важнее здесь борьба за первую позицию, дистанция уже в два корпуса, вот опять в один корпус, ну и будем ждать, будем ждать, чем все это закончится. Опять широко немножечко заходит Лирицкий Аркадий, первый разряд угольщик, как я уже говорил, он из Москвы, ну и все остальные достаточно серьезно отстали уже. Опять же скажу, что все были в Джокере, так что больших каких-то тактических изменений в гонке не будет, теперь только обгон или ошибки, ну или не хотелось бы, но если вдруг сходы будут. Пока отрывается вперед сам Егор, предусмотренность Распорта, напомню, и также напомню, что если он побеждает в этой гонке, то его победа на первенстве России практически уже обеспечена по очкам, по тем очкам, которые он уже набрал. Так, ну и сокращается дистанция у нас с Лирицким Аркадием, пока не видно, пока этого не видим, но видим, как Лирицкий Аркадий уверенно идет на второй позиции. За ним там идет Староверов, Рязанов-Холюков и Птицын. Птицын гонщик из Воронежа, здесь он пока на последней позиции. И Липецкий гонщик у нас здесь один, Рязанов-Алексей в прошлом заезде у нас победил гонщик из Липецка, ну и здесь сейчас посмотрим, сможет ли Липецкий гонщик прорваться на пьедестал. Выезжает пока у нас Воронежский гонщик мимо трассы, съезжает он, не знаю, будет продолжать гонку, сейчас мы, кстати, увидим сразу, что-то его... А, видно, его видно, да, нормально, все, продолжают эту гонку. Кстати, на заключительный круг уже выезжают гонщики, 48-й, 43-й номера, Рязанов-Холюков, в такой последовательности они и едут. Ну и Птицын продолжает эту гонку, Птицын Валерий, гонщик из Тольятти, а в Воронежских гонщиков здесь что-то как-то вообще нет. Так, и вот атаку мы сейчас чуть не прозевали, я, точнее, чуть не прозевал, 43-й номер обошел, 48-го. Номер это Холюков Ефим обошел Рязанова Алексея, и Рязанов Алексея тоже самый Липецкий гонщик, про который я говорил, были к вам поддерживать традицию побед сегодня Липецких. Пока что-то не очень все на это похоже, но время еще есть, у них практически полкруга до финиша Санин Егор, уверенно уже на первом месте, Лирицкий второй, и третьим едет Староверов Вячеслав, 63-й номер. Так, еще одна атака, Липецчанин пытается вырваться вперед, немножечко толкается, обходит, он нормально, да, обошел Холюкова Ефима сейчас, Рязанов Алексея, но это борьба за четвертую позицию только. На подиум тем временем приезжают у нас Санин Егор, Лирицкий Аркадий и Староверов Вячеслав Рязанов, Копы Птицын, приезжают к ним в подиум, он уже 4, 5, 6 место у них. Что ж, сейчас предварительная процедура награждения гонщиков, также поздравляем, поздравляем ребят, здесь они будут поливаться, вот сейчас мы видим вертолет, который тоже летит их поздравлять. Ну и выходят сейчас из машин, из болидов, гонщики это Санин Егор, мы его видим, Лирицкий Аркадий, они жмут друг другу руки и, соответственно, сейчас к ним присоединится Староверов Вячеслав, он поднимется на третью зимой перестала. Поздравляем гонщиков, это хорошая была гонка и хорошая победа. Поздравляем гонщиков, это хорошая победа.